Здравствуйте, мои дорогие друзья! На сегодняшнем мастер-классе мы с вами будем делать вот такой вот красивый жут из бисера. Я его назвала пушистик. Он у нас вот такой вот пушистенький, красивенький, с переходом внутри на более крупные завитушки, а сверху вот такие вот красивые маленькие завитушки. На этом мастер-классе мы с вами изучим эту технику. Также мы с вами будем учиться, как правильно заканчивать, пришивать бисеринки, вот эти вот бусины, и пришивать непосредственно сами застежки. Сам мастер-класс нас ждет очень интересный, очень трудоемкий. Сама работа, несмотря на то, что она довольно несложная, она очень трудоемкая, и она требует очень большого количества бисера и очень большого количества терпения. Это плетение мы будем делать чешским бисером 10 размера. Приглашаю вас на просмотр материала, который будет необходим для данного мастер-класса, и непосредственно на самом мастер-классе. Итак, друзья, вот тот бисер, который нам будет необходим для сегодняшнего мастер-класса. В моем случае это синий бисер, но сразу имейте в виду, его должно быть много. На это украшение, несмотря на то, что оно смотрится таким очень деликатным, идет в действительности очень много бисера. Бисера синего, вот этого основного, должно быть не меньше, чем грамм 50, для того, чтобы у вас получился красивый пушистый жутик. Кроме синего нам нужен второй цвет, он больше вспомогательный. Если вы хотите, чтобы у вас этот жутик был однотонным, тогда можно брать только один цвет. Но для начинающих, вот для начала, я рекомендую все равно брать второй цвет. Во-первых, оно интереснее смотрится, а во-вторых, вам так будет проще, потому что вы будете видеть, в какую бисеринку нужно проходить иголочкой. Вроде бы с этим разобрались. Еще очень важный момент. Я данное плетение, данное украшение делала на мононите. Но сейчас покажу вам, как его делать на обычной нитке, чтобы был контраст нити и бисера, чтобы было видно, куда проходить иголочкой. Я рекомендую все-таки это украшение делать на мононите, либо на леске, потому что оно тогда, знаете, оно более жесткое и более красиво стоит, более красиво выглядит. Оно держит форму, потому что на нити оно такое, знаете, очень деликатное, очень такое, ну, не такое, как должно быть. Хотя это личный выбор каждого. Есть люди, которым нравятся вот такие вот легкие, такие вот висючие украшения. Да, ну, это украшение, именно данная техника плетения, она рассчитана на то, чтобы оно было таким, знаете, как ежик пушистый. А дальше выбирать вам. Приступаем непосредственно к самому мастер-классу. Для начала мы набираем одну бисеринку, и в моем случае это золотистая бисеринка, и завязываем узелочек. Это будет так называемая наша узелковая бисеринка. После узелковой бисеринки нам нужно оставить сантиметров 15-20 нитки, для того, чтобы нам в дальнейшем было удобнее пришить бусину большую и на нее пришить застежечку. Набрали. Дальше, после этого, мы совершаем первый набор. Первый набор у нас состоит из, смотрите, у нас должно быть 2 бисеринки после этой вот золотой узелковой, 2 бисеринки синих, 1 золотая, 2 синих, 1 золотая, 2 синих, 1 золотая и 1 синяя. Вот такой вот должен быть набор. У нас на ниточке должно быть 11 бисеринок вместе с узелковой. После этого мы вот так вот поворачиваем работу и проходим иголочкой через первую бисеринку узелковую по направлению кверху. Подтягиваем. Дальше мы с вами набираем 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и снова 3 бисеринки синих. Вот они. Смотрите, тут очень важный, очень интересный момент. Чем пушистее вы хотите, чтобы у вас был жгутик, тем больше бисеринок вы набираете. То есть у меня идет расширение. У меня идет расширение, видите, расширение у меня идет от вот этих вот 3 бисеринок, которые я сейчас показываю, до 9. Вот эта вот внутренняя часть, самая широкая, у меня из 9 бисеринок синих, потом 1 бисеринка золотая и 9 синих. И дальше опять идет убавление таким же образом. Но сейчас я вам покажу именно. Покажу вам технику, а дальше вы уже выбираете расширять, либо же нет. Смотрите. Набрали мы 3 бисеринки синих, 1 золотую и 3 бисеринки синих. Теперь у нас ниточка выходит с вот этой вот стороны, видите, с этой. Значит, теперь нам нужно иголочкой пройтись в ту же бисеринку, с которой выходит ниточка, но с другой стороны. Вот таким вот образом. Выходим и подтягиваем. Вот у нас получается вот такая вот петелька. Мы набираем дальше 1 бисеринку синюю, 1 золотую и 1 синюю. И проходим иголочкой в следующую золотую бисеринку, вот эту. Подтягиваем. Дальше мы набираем, опять же, 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и снова 3 бисеринки синих. Вот они. И проходим иголочкой в ту же золотую бисеринку, в которую мы только что проходили, уже но с другой стороны. Видите, с этой стороны вот этой выходит ниточка, значит, с другой стороны мы в эту бисеринку проходим иголочкой. Подтягиваем. Дальше снова набираем 1 бисеринку синюю, 1 бисеринку золотую и 1 бисеринку синюю. И проходим иголочкой в следующую золотую бисеринку. Вот она у нас. Видите, вот. Подтягиваем. Нужно тут очень аккуратно, чтобы ничего нигде у нас не зацепилось. Дальше набираем с вами опять же 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и 3 бисеринки синих. Вот они. И проходим иголочкой в ту же золотую, с которой выходит ниточка, но с другой стороны. Подтягиваем. Ой. Нужно очень аккуратно, а то я сильнее, видите, дёрнула, и оно у меня выскользнуло. У меня ничего бывает. Вот так. Дальше опять набираем 1 бисеринку синюю, 1 бисеринку золотую и 1 бисеринку синюю. И проходим иголочкой в следующую золотую. Вот она. Подтягиваем. Далее набираем 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой через ту же бисеринку, с которой выходит ниточка, но с другой стороны. Вот так вот прошли. Подтягиваем. Смотрите, друзья. Теперь у нас получается, что у нас есть 4 вот этих вот уголочка, 4 вот этих петельки, но нам нужно как-то выходить на следующий уровень. Как мы это делаем? Набираем 1 бисеринку синюю, 1 золотую и 1 синюю. И проходим иголочкой, смотрите, вот у нас отсюда выходит ниточка. Мы проходим иголочкой вот в эту вот бисеринку золотую. Видите? Вот она. Подтягиваем. Ой. Подтягиваем. Видите, у меня ниточка идет не в ту сторону. Вот так вот. И у нас вот тут вот уже начинает образоваться второй ярус. Сейчас мы с вами делаем то же, что мы уже делали. Набираем 3 бисеринки синих, 1 золотую и 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой в ту же бисеринку, с которой у нас выходит ниточка, но с другой стороны. Подтягиваем. Дальше набираем 1 синюю, 1 золотую и 1 синюю. И проходим иголочкой в следующую вот эту. Видите? Вот у нас золотая. Это та золотая в наборе по 3, которую мы с вами делали. Прошли. Подтянули. Опять теперь набираем 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой в ту же золотую, из которой выходит ниточка, но с другой стороны. Подтягиваем. Видите? Если мы посмотрим вот так, то у нас образуется уже второй ярус. Так мы делаем по кругу. Круг у нас уже сформирован. То есть мы дальше сейчас набираем 1 бисеринку синюю, 1 золотую, 1 синюю. Проходим иголочкой в следующую золотую с набора по 3. Подтягиваем. После этого мы с вами снова набираем 3 бисеринки синих, 1 бисеринку золотую и 3 бисеринки синих. И проходим иголочкой через ту бисеринку. С которой у нас выходит ниточка, но с другой стороны. Подтягиваем. Дальше набираем 1 бисеринку синюю, 1 золотую и 1 синюю. И проходим иголочкой в следующую золотую. Вот так вот. Подтягиваем. Следующую золотую я имею ввиду с набора по 3. Вот так вот. Дальше мы продолжаем абсолютно так же по кругу. И вот эти вот завитушки будут образовать жгут. Чем больше их будет, тем больше будет наш жгутик. Дальше я показывать не буду, потому что это в принципе все то же, что мы с вами уже делали. Но еще один очень важный момент. Когда вы хотите, чтобы у вас шло увеличение, вы просто набираете в следующий раз. Вот сейчас, например, когда мы набирали 3, 1 и 3, вы набираете 4, 1 и 4. Дальше, когда следующий ряд расширения, мы набираем 5, 1 и 5. Но, если вы хотите, чтобы переход был плавным, то нужно делать именно так, как я говорю. Сначала 3, 1, 3, потом 4, 1, 4, потом 5, 1, 5. Как минимум по 10 рядов. Не 10 рядов, а 10 вот этих вот завитушечек, петелек. Тогда переход будет плавным. Если вы сделаете, например, с 3 на 7, потом 12 и т.д., у вас оно будет такое, знаете, не знаю, уместно ли это слово, но оно такое каструбатое будет, в разные стороны. Оно не будет держать красивого перехода. Но это дело вкуса, кому что нравится. Есть одежда, которая именно вот такая вот каструбатое, как раз то, что надо. А более какие-то изящные элементы смотрятся нелепо. Поэтому это выбор каждого, это творчество, и вы творите так, как считаете нужно. Сам смысл, как его творить, я вам показала. Я очень надеюсь, что он вам помог. И сейчас я вам покажу, как правильно заканчивать данное украшение и пришивать застежечку. Потому что вот если вы посмотрите, да, то не все тут так просто. Если вы просто пришьете застежечку, то оно будет вот видна дырочка, да, оно некрасиво. Итак, переходим к следующей части нашего мастер-класса. Вот, друзья, дошли мы с вами до окончания нашей работы. Вот что у нас получилось. И у нас вот мы закончили. Да, у нас два края ровных. Дальше что мы делаем? У нас ниточка выходит с вот этой вот золотистой бисеринки. После этого мы набираем две бисеринки и проходим иголочкой через вот эту вот золотую бисеринку, следующую. После чего мы с вами снова набираем две бисеринки. Проходим иголочкой через следующую золотую. После этого мы с вами набираем снова две бисеринки синих. Опять же проходим через следующую золотую. вот так и сейчас если вы посмотрите а сейчас нам нужно еще набрать одну золотую и пройти иголочкой через золотую и две синих только тут нужно очень очень аккуратненько и смотрите если вы посмотрите то у нас вот тут получается такой же край как который был тогда когда мы с вами начинали и сейчас нам необходимо пришить бусинку у меня это бусинка размера 6 миллиметров что мы делаем мы проходим вот смотрите у нас вот этой вот бисеринки выходит ниточка я рекомендую все-таки вывести иголочку с золотистой бисеринки так удобней будет вот так вывели подтягиваем одеваем бусину одели дальше одеваем одну синюю бисеринку подтягиваем и берем застежку застежка у меня вот такая но не важно какое какая вы застежка у вас в любой застежки есть вот это кольцо она нам собственно и необходимо мы проходим иголочкой через кольцо подтягиваем проходим иголочкой опять через тоже кольцо у нас образуется вот тут петля и через эту петлю мы с вами проходим иголочкой раз и повторяем то же самое еще раз проходим через кольцо образуется петля проходим через петлю подтягиваем вот так вот подтягиваем дальше возвращаемся иголочкой через бисеринку и через бусину но смотрите, у нас вот этой вот бисеринке, где она у нас, выходит ниточка значит нам нужно теперь пройти иголочкой параллельно к этой бисеринке то есть это будет вот эта бисеринка и подтягиваем вот так вот стоит наша бусина мы ее еще подтянем хорошенько и вот собственно вот так вот она будет стоять дальше мы запутываем просто эту ниточку и вот у нас получается вот такое вот украшение друзья мои, я очень надеюсь, что наш сегодняшний мастер-класс был для вас полезен подписывайтесь на мой канал добавляйте фотографии своих готовых работ в наших группах в соцсетях мне будет очень приятно их видеть и до новых встреч в новых видео, друзья мои пока-пока